Всем привет, дорогие друзья! Я тут недавно задался мыслью, а что если программировать вот просто от души, да? Ну то есть не просто потому, что вот надо, или потому, что хочется сначала структурировать все, решить, прям как это все будет выглядеть, и уж тогда начинать писать, как вот обычно делалось всегда. А что если сделать вот просто вот повиновение такое есть, желание написать код, и мы его пишем. И вот и случилось, собственно говоря, такой термин уже оказывается есть, то есть ничего нового даже здесь я не придумал. Называется он вайб-кодинг. После этого я написал сразу несколько утилит. Ну как написал? Набросал несколько таких вот интересных набросков, и хотел бы с вами поделиться, просто рассказать свой опыт, что это из себя представляет. Смотрите, первая утилит, которую я написал, называется TodoSlav. Ну, она выложена в открытый доступ на GitHub, можно скачать вот готовый pk-файл. И в чем она заключается? Это по большому счету просто Todo-приложение, где вы можете писать, что вы хотите сделать в течение дня, допустим. Так вот, можно посмотреть исходник и разобраться, как что работает. Написано было полностью с помощью Kotlin и Compose UI, и все практически на 99% написано с помощью ChatGPT. То есть я тут даже особо и не выделался, не ставил ни курсор, ни какие-то другие приложения. То есть просто спрашивал, какие-то недочеты устранял, и все вот таким образом структурировал. Причем, что интересно, я бы просил изначально ChatGPT собрать мне все в одном файле, то есть у меня было только MainActivity, а потом разложил на несколько разных компонентов. То есть это DataStore, LinksActivity, UI. То есть все постепенно разложил на несколько элементов. И в принципе, это неплохой способ к написанию всего, но что я понял, что лучше изначально использовать не ChatGPT, а более специализированные утилиты для этого, которые конкретно могут все сложить в определенные файлы. И тогда я начал работать с курсором. То есть вот курсор приложения есть, и можно давать запросы, и поэтому всему он будет нам поправлять, если что-то неправильно сделано. И здесь у меня получилось очень неплохое Android-приложение, называется NotesApp. Смотрите, прямо здесь база данных. Я сказал, что мы используем SQLite, NodeDatabase, NodeDAO, потом модель тут прописана, UI прописана отдельно, компоненты, скрины, то есть все изначально очень хорошо структурировано. Вот, то есть MainActivity, естественно. То есть, ну, все в принципе неплохо. Одна проблема, значит, очень много раз просил его исправить все. Это во-первых. Во-вторых, Windows не очень хорошо сам по себе структурирован, и приходится, знаете ли, извращаться, чтобы там версию Java поменять, прописать что-то. Ну, в общем-то, после Mac опыт такой, знаете ли, не самый лучший. Приложение на Android, это у меня не запускается, с ошибками, в общем-то. И нужно поправить некоторые вещи. Например, смотрите, идет импорт иконок, но на самом деле иконок этих нету, то есть что-то не так. То есть нужно разбираться, поправлять. То есть я разберусь, доделаю, и будет, в принципе, все хорошо. Но одно из успешных приложений, которое реально работает, которое вот у меня прям получилось, это вот ZVTube. При этом он никак не нарушает права YouTube, потому что я просто использую компонент YTDLP, который скачивает непосредственно видео. Скачивает, либо можно их в стриме играть. То есть, ну, такая интересная утилитка. И снова, структура проекта довольно хорошая. Нужно, разве что, положить отдельные модули в папочку, и с ним все будет работать. Вот, опять же, получилось прям написать. И я понял, что на C-Sharp, даже, например, том же, можно написать хорошую утилитку для десктопа. Весьма быстро, за пару дней буквально, и все будет работать. Следующая утилитка, над которой я стал работать, и, в общем-то, еще до сих пор работаю, это файловый менеджер. Вот, я еще не выложил в открытый доступ. Это пока что приватный репозиторий. Но я думаю, скоро его выложу. Вот, тоже на C-Sharp написано, и при этом, смотрите, это, опять же, у меня еще Total Commander, но вот мой файловый менеджер, который я написал. Простейший. Вот, навигация по папкам, все работает, можно возвращаться, вот кнопка Back есть. То есть, можно выбирать диски здесь, переходить по дискам. То есть, все, в принципе, функционирует. Не идеально, не так, как все хотелось бы, но, в принципе, вот меня устраивает. Создать файл, нажимаем, создаем файл. Допустим, создать папку, нажимаем, создается папка. Причем, есть еще ошибки, но не в правильном окне создается. То есть, у нас здесь левая и правая части есть. До сих пор, почему-то, нажимаем, создать папку, создается вправо. То есть, опять же, нужно разобраться и пофиксать. Это все уже я писал с помощью курсора и chat GPT. То есть, снова, все полностью построено чисто на вайп-кодинге. Я это все говорю вам к тому, что не бойтесь экспериментировать и пробовать вот такие вещи. То есть, что-то набросать быстренько, откинуть на GitHub, получить отзыв в соцсетях, рассказать об этом опыте. Если что-то не получилось, может быть, вам люди подскажут, может быть, что-то еще поменять можно будет в лучшую сторону. Но интересный, интересный опыт с вайп-кодингом связанный. И мне кажется, что как только появились все утилиты вроде chat GPT и им подобным, люди стали реально задумываться о том, чтобы писать какие-то приложения под свои нужды, скрипты под свои нужды, понимаете? И это же здорово, это классно. Те люди, которые раньше вообще, допустим, никогда этим занимались, ну, я занимался программированием, вот. Но те, кто не занимался, допустим, им прям будет реально очень суперинтересно. И более того, они разберутся в том, что они раньше никогда не понимали, например. Поэтому такой вам совет. Пробуйте, изучайте, не бойтесь ошибаться, потому что изначальное приложение, которое вы напишите, оно работать не будет. После двух, трех, пяти, десяти итераций и изменений, в конце концов, у вас получится создать функционирующее приложение, которое не стыдно будет опубликовать на всеобщее обозрение. Спасибо, друзья, за просмотр, подписывайтесь на канал, будут еще новые видео, а также я вот делаю курс по тестированию, скоро его тоже опубликую, значит, на степике будет. Будет бесплатно абсолютно, он будет про этический хакинг, он будет про разработку и тестирование именно мобильных приложений. То есть я постараюсь собрать все именно связанное с вот именно мобильной разработкой, мобильным тестированием, а также немного этического хакинга, который мы уже разбирали в прошлых уроках. Спасибо за просмотр и всем пока.